Алло. Алло. Здравствуйте. Что? Компания «Целевые финансы». Меня зовут Василия Наталья Валерьевна. Вы? Да. Мы звоним по поводу задолженности. Ваши оплаты не внесли до сих пор по какой причине? А я её и не внесу. Ведёте себя плохо. Я говорю, почему до сих пор не внесли? Из-за вашего плохого поведения. У меня на кладбище. Простите, с вашим плохим поведением вам выдали займы. Ну, правильно. Ну, а возвращать кто будет делать? Считывая, что вы себя ведёте плохо, никак не нравится. Пожарите, возвращайте. Я вас наказала. Работаете где? На работе. Хорошо. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Банкот Пэй. Меня зовут Федот Станислав Игоревич. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Светлана Алексеевна, это вы? Да. Ну, указательно, ваша кредитная карта, первое нарушение, 38 дней, нету оплаты по договору. 3184 рубля 40 копеек, предварительная сумма, подробную я сейчас назову, нагрузится. Требования оплатить сегодня-завтра. С чем связаны нарушения ваши повторные, когда будете уносить оплату и через что? Мне захотелось стать нарушительницей. Пой ещё раз. Возникло непреодолимое желание стать нарушительницей. Своих интересов или что? Я развлекаюсь. Я понял. Ну, прошу, значит, развлекайтесь дальше, тогда в ближайшее время ожидать. Я без своего разрешения развлекалась. Мы на «ты» пришли, что ли? Я вам не знаю, или кто? Вы себе какое даете право разговаривать под запись разговора со мной на «ты». Я вам такого права даю. Я тебе такое право даю. Знаешь, какое? Я всегда так разговариваю с теми, кто ниже, ниже, ниже плинтуса тебя опускает. Такие, как ты. Да. Я вообще, знаете, законы не нарушаю страны наши, поэтому... Ну, потом... Да ты сам по себе думаешь, что ты это... Это вы... Заслуживаешь уважения, что ли? Освободить место для какой-нибудь другой звонилки. Иди работай. Да, я... Да, я понял вас. Всего доброго, до свидания. Ожидайте, что я с вами разговариваю. Ой, как что? Вы кто? Да. А меня зовут Александр, я сотрудник, банка «Подольск». Что? Ну, какие-то, наверное, дели его. Скоро придут? А что ты меня Юлия-то называешь? Эй, тебе что, подруга, что ли? Твои там скоро придут? А как? Юлька называть? Припух там, что ли? Юлия, вы пьяны? Нет. Юлия, а скажите, звоню по поводу ваших обязательств. Что ты такой, я спрашиваю. Это фамилия, имя отчества, должность твоя? Это он начал мне там, Юлька. Юлия, вы пьяны? Юлия, отчество знаешь мое? Имя отчества знаешь полностью? Нет, не знаю. Не знаю? Значит, ты знаешь, не из банка. А когда вы погасите задолженность? Тебе сказать по-честному? Когда вы погасите задолженность? Да. Когда ты мне пришлешь отчет, что тебя твой босс поставил в позу сломанные березы и отымел? Ничего себе. Да. Это лишнее мне, как с Юлием. Я не знаю. Вам необходимо погасить до 200. Ты кто такой, я спрашиваю? Вы не позиции ставите условия? Ты кто такой? Вы не позиции ставите условия? Юлия, вам необходимо погасить задолженность. Я очень громко там подпискиваю. Вы завтра, завтра погасите задолженность ставите. А ну завтра пришлешь видеоотчет? Нет, Юлия, такого отчета вам не видать. Сбербанк дохотелся до каких-то... Не вступил-то в нас в стране. Я тебе ответила. Ты как-то не сразу информацию перевариваешь? Ты кто такой? Я тебе вопрос задаю. Юлия, вы если пьяны, вы скажите, я вам перезвоню попозже. У тебя, ты врач? Ты нарколог? Ну, мне кажется, есть у вас что-то неадекватное. Если тебе кажется, знаешь, что в этой ситуации делают? Выходят на улицу, находят лужу, с просячим рылом туда свои окунаются. Юлия, вы употребляете алкоголь, наркотики? Ты врач? Ну почему вы себя так ведете, позволяете общаться? А почему ты позволяешь себе общаться так, не представляясь? Не обозначив себя, ты меня что-то спрашиваешь. Ты кто такой? Юлия, вы подачите задолженность, вы мне подскажите. Я тебе сказала, что твои требования как только, так сразу. Вы обязаны исполнять свои обязательства. Вы подачите? Те, кто обязаны, и кого что-то не устраивает, идут в суд. Либо мировой судебный участок, либо районный. Я вас просто предлагаю им в суд. Цикло, даже назваться он не может. Юлия, я о вас много знаю, и прошу все-таки исполнять свои обязательства. Ну я про тебя ничего не знаю и знать не хочу. От того, что ты знаешь обо мне что-то, соответственно, это говорит о том, что я. Это значит, моя личность. Это значит, моя личность. Все, как вы? Ты советы давать твоей жене. До свидания. Здравствуйте. Компания приняла решение. По вашему договору. Жанна Валерьевна, почему не оплачиваете заем? Знаете, очень надо скопить крупную денежную сумму, поэтому пока платить не намеренно. Не намеренно. А разве ваши намерения предусмотрены к договорам займа? Попробуйте как-то без моих намерений обогатиться за мой счет. Попробуйте. Давайте не переходите рамки, будем разговаривать с вами только в рамках договора, который вы уже подписали. Кто рамки? Договор, вы сами согласны были на это. Да мы про рамки говорим. Жанна Анатольевна, я предлагаю вести разговор. О, Жанна Анатольевна. Как договоры. Извините, Жанна Валерьевна, прошу прощения. Прям как договоры, на которые вы были согласны в свое время, и вы взяли деньги под эти условия, которые оговорены с договором. Есть знания, только договорные отношения. Да, договорные отношения. А как у нас решаются споры по договорным отношениям? Скажите мне. Во-первых, здесь вопросы задаю я, Жанна Валерьевна. Это кто же определил, что вопросы задаешь ты? Тихо, тихо, тихо. Зачем ты меня успокаиваешь? Жанна Валерьевна, не диндите. Кто такое определил, что ты имеешь право задавать вопросы? Жанна Валерьевна, у вас хорошее подпитание. Вопрос, когда ты пришла в свою организацию, и твой какой-то старший менеджер сказал тебе, что ты просто богиня, он тебя очень обманул. Куда-то выслал, где-нибудь в сторону. Вы обидная женщина, давайте по делу разговаривать. Так любезно, бабулька, уважай своих заемщиков и никогда не употребляй фразу, что ты можешь задавать вопросы. Ничего ты не можешь. Жанна Валерьевна, давайте, вы сейчас выскажите все, что вашей душеньке угодно. Я подошу. Я, в принципе, уже заканчиваю с тобой диалог. Взыскать ты не взыщешь, слабая слишком. Оплаты в добровольном порядке не будет. Как бы ты там не крутила, не вертела. И уважения к твоему возрасту у меня тоже нет. Как бы это грубо не звучало. Вы работаете заведующим складом, это мирно? Чем, когда, от чего, почему знать тебе не положено. По одной причине только. Что ты не являешься неким, кроме того, как лицо уполномоченное сидеть на табуретке и пытаться что-то проговорить в трубку. Вопросы свои задавай у себя дома. Все понятно. Я еще не начинала нервничать. Если я буду за целый день с такими, как ты, нервничать, то, извини, пожалуйста, я уеду, наверное, в психоневрологическую больницу. Почему ты считаешь, что ты, какая ни в чем, должна мне какие-то указания давать? Я вам советую все-таки немножко проверить свою голову. Ты посоветуй своим внукам зимой носочки теплые одевать. Советчица. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня тут крючком Дмитрий Иванович. Я на своем интересном компании «Манкликмания». Я разговор записываю на Анатольевна. Да, да. Хорошо. Очень привет. С вами познакомиться. Назовите просто вашу дату рождения. Целек одинфикация вашей личности. Первая, 0-1-2001. Анна Анатольевна, верно? Да. Вы называете некорректную дату рождения? Это же не ваш дату рождения, Анна Анатольевна. Мне такая нравится. Первая, 0-1-2001? Угу. Назовите просто корректную. Мне такая нравится. Она очень скрывает мой возраст. Хорошо, корректную дату рождения отказывается название. Правильно я понимаю? Для вас личность не нужна, то есть идентификация вашей личности. Что-что? Я не буду не звать корректную. Какую хочу, только она мне нравится, такое я называю. Хорошо. Ну что, идентификация личности мы отказываем? Правильно, спереваю. Вы должны знать, что я личность. Я вам все слышу, в каком случае ты идентификация личности мы отказываем от вас. Слушаю вас. И в надежде, что в дальнейшем вы будете взыскивать меня в принудительном порядке. То есть добровольно вы оплачивать не готовы? Не готовы. По какой причине? Почему не оплачивать? Вы же раньше вопрос решали с оплаты. Найтили потяжи свои времена. Ну что, достаточно. Вы решили, что все хватит вам? Да, я еще с этого прямого пути сойти и встать на скользкую дорожку. Понятно, очень жаль. Напомню, что задерживая платеж, вы портите сами себе сейчас кредитную историю. Я переживу этот факт. И в дальнейшем можете просто потерять возможность оформлять кредиты как в Альфа-банке, так и в другом банке. Даже если бы я не потеряла возможность оформлять кредит в Альфа-банке, я бы никогда, никогда этого больше не стала делать. Банк, который не уважает своих заемщиков, значит, нам с вами не по пути. Потому что информация нафиксируется в любом случае, берем кредитных историй по федеральному закону. Это ваша обязанность, фиксируйте. Что-то вам нарушает? Вы тогда можете оставить обращение, мы тогда будем работать. Нет, я просто не хочу с вами вообще иметь дело никаких. Ну и за исключением, конечно, судебных. Деньги банку, вопрос? Нет, 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 нет. Помучитесь, побейтесь, позвоните. Чего это делаете? Кому это лучше это делаете? Себе? Себе, да. Банку? Да, я прямо сейчас моральное удовлетворение получаю. Выступай к банке по поводу вашей задолженности. Потому что ты сейчас положишь трубочку, и ты не поймешь, что ты ничего не взыскала. И банк на счету у вас ничего больше не привык. Не знаю, что это вопрос, потому что пока от вас оплата не поступит, но они все равно будут продолжаться, сумма больше будет увеличивать. До свидания. В любой момент банк может вам выключить, что он мог оплатить согласно статье 811. Через два месяца имеете полное право выставлять. Что? Через два месяца после образования просроченной задолженности. 60 дней должно пройти для того, чтобы вы имели право выставить окончательное требование. Это уже на смотрении банка. Это закон. 353 федеральный. Если вы считаете, что банк может на свое усмотрение действительно работать по данному закону или нет, то, конечно, конечно, будет так. И не решайте вопрос. Я игнорирую вас напрочь. Игнорирую полностью. А этот банк так может сделать. Утопия. Вам требуется сейчас вместе платеж 15 тысяч. Это утопия. Банк требует, банк требует, банк требует по телефону. Эй, требовальщики, не устали. Не только потому, что вы нарушаете условия договора. Но теперь возьми, подпрызни и башкой об потолок ударься. И оттуда закричи, банк требует. Что вы сказали? Как же вы смешны. Что же вам нечего сказать? Как вы смешны. Ты шла на работу в Альфа-банк, наверное, нормальная должность рассчитывала? Или сразу изначально говорили, будешь звонить по телефону? Бред нести, сивые кобылы. Как вас там на работу берут? Я не несу. Я на некорректную беседу, в отличие от вас. Несешь бред? Мне твоя корректность. Это ваше мнение, это вы так считаете? Мне твоя корректность. Я ровно отношусь к каждому взаимодействию. Корректно, некорректно. Вы пьяные звоните, обкуренные звоните. Это все Альфа-банк. Да. Поэтому как ты будешь со мной общаться? Я тебя обломаю в любом случае. Пока. Перезвони вам еще раз. Да, давай, давай. Давай. Алла. 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 Здравствуйте. Слушай, Арган сейчас вела Алексеевна? Что? Ты кто? Меня зовут Татьяна Сергеевна. Я звонила отдела до судебного взыскания Восточного банка. Так я сейчас верно дозвонилась? Не знаю. Я сейчас с кем разговариваю? С госпожой. С госпожой. У меня очень-то важный заявитель. Зачем? Чтобы одна с кем разговаривала, что пугает представить. Пугает? Нет, госпожа как бы не пуганная. Так с кем я сейчас разговариваю? Вы едете кунова? Не знаю, госпожа я. Что вы не знаете? Я знаю все. Ну, это кем обезвали, Алексеевна? Я не скажу. Тогда по данному поводу можно ожидать от следующих звонков тогда. До свидания. Алло. Яла. Да. Здравствуйте, Жанна Валерьевна. Это компания Монеда, наш сайт Кредиты24. Меня зовут Жирина Мария Николаевна. Дату рождения уточните до сверху данных. Каких данных? Чтоб я понимала, что я разговариваю с Жанной Валерьевной, не третий лица. У нас есть данная информация именно для Жанны Валерьевны. Либо дату рождения, либо адрес после, которую наши компании ставили. Ну, денег не даю. Пошла ты нахрен, собака.ру. Откуда вы идете, мне неинтересно. Я такой вопрос задала. Тихо, 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 тихо. Тихо. Если вам громко, убавьте динамику. Ты не покрываешься. Я тебе ответила почту, сравни такая, нет? Что? Я тебе почту назвала. Ну, во-первых, не тебе, а вам. Ну, вам не надо демонстрировать свое воспитание. А тебе я... Абсолютно нечего попасть. ...свою почту электронную озвучила. Посмотри. Я слушаю вашу почту. Я тебя озвучила. Не посмотри, а посмотрите, Жанна Валерьевна. У вас там много? Не научили вас родители корректно разговаривать, да? Может, вам позже перезвонить, когда в руки себя возьмете? В руки? Ведете в себя? Да. Ну, попробуй. Думаю, потом ты себя забудешь в руки взять. Да, приходите в себя, возьмите себя в руки, да и приходите в себя. Взаимодействие на руках. Настраивайтесь на адекватное поведение. Мы перезвоним. До свидания. Ой, какое злое. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Серега Гизель Олеговна, институтра департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Напоминаю, что на шар-кару записываю Ольга Сергеевна. Да. У вас сохраняется просроченная задолженность в Альфа-банке по кредитной карте 28 дней, но до сих пор не внесена оплата. Выточните, пожалуйста, по какой причине? Да, настроение такое. Прямо какое-то романтическое, недооплатное. Ну, понимаю, в основном, в данной ситуации это не должно связаться на ваших отношениях. У вас такое же настроение, да? Тоже романтизм присутствует. Хорошо, что они не такие. Но мое настроение влияет на мои обязательства. У меня их вполне независимо от своего настроения. Нет, я не могу перебороть себя никак. У кого-то попросить помочь вам в решении этих вопросов. Выточните, находясь на просроченной задолженности, вы находитесь на романтическое настроение. В данной ситуации я звонила не по поводу этого. Я работаю по вопросу просроченной задолженности. Ну, вот зафиксируйте. Он же здесь не подсветка данного вопроса. Зафиксируйте, что с заемчиком. Все не так просто. Я услышала, Олег Сергеевна, я вам звонила по поводу вашей задолженности. Я понимаю ваши проблемы. Очень вам сочувствую. Это не моя проблема. Я работаю за этим, не переживайте. Я вас инкармирую в вашей задолженности. А, проинформировали? Все. Я не могу договориться с вами на решение с вашей задолженностью. К сожалению, банк вашей неоплаты воспринимает уже как ухо. Нет выполнения. Вы же целый департамент, плюс вы инспектор, и плюс вы там воспринимаете как уклонение. Ну, все. Банк может принять решение о расстанении вашей задолго. Это же ненадлежательно. Мне вот интересно, вы это решение через год, либо через два примите. Знаете, у банка нет такой цели. А у меня не такая цель. Не так хочется получить. Вы готовы? Заключительное требование, да. Если вы хотите заплатить весь долг. Почему же не оплачиваете? Да я не хочу заплатить весь долг. А что ваше заключительное требование обяжет меня весь долг сразу заплатить? Этого лукавица. Если клиент не выполняет обязательства надлежащему, вы пойдете в суд. Ну, это все? Ну, это все? Это все, знаете, как уклонение. Банк сначала должен принять решение о расстанении вашей задолго. Вот мы с вами столько времени уже потеряли. За это время можно уже требования напечатать. Можно было заплатить? Нет такого желания. Меня сажал романтизм. А что вы получили? А помимо этого, это все среди денег? Нет. Просто романтизм. Романтизм. Я память о себе возжить, ими рукотворно. Ну, не зарастет на душу месторопа. Как надоело ваше мне бла-бла. Вознес все вышло. Главое и непокорное. А для тенге я не умру. Нет. Здесь я не умру. Душа горит на элли. Но прах переживет. И тлен не дышит. Вот как-то в диалогу Левантере звонит. И славен буду я, да коль в подобном мире уже будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Жанна Валерьевна. Да. Это микрофинансовая компания «Веббанкир». Первых Ангелина Александровна, финансовый консультант. Так-так. Жанна Валерьевна, для предоставления информации, дату рождения, озвучьте, пожалуйста. Ой, да вы что. Я же вас не знаю. А, не знаете. У вас нерешеный вопрос в компании, Жанна Валерьевна, и вы прекрасно о нем знаете. А вас я не знаю. Может, видеосвязь включите? Ну, вы в таком случае на горячую линию перезвоните и продолжите диалог. Включите видеосвязь, я Бирочку вашу прочитаю, и все. Жанна Валерьевна, какую видеосвязь? Ну, какую. Нет у вас такого функции там? К сожалению, нет. Поэтому вы в себя приходите и перезвоните. А я из себя не выходила. Спасибо.